Такая самоотдача королевы вызывает уважение не только британцев, но и многочисленных туристов, которые существенно, кстати, пополняют казну Объединенного Королевства. Несмотря на пандемию, в Казахстане тоже делают ставку на туризм. К примеру, в Мангосталовской области на развитие отрасли планируют потратить почти полтриллиона тенге в ближайшие три года. Только на создание инфраструктуры в прибрежной зоне Каспийского моря ушло 70 миллиардов. Жанар Масугутова расскажет больше. Долю туризма в региональном валовом продукте Мангосталовской области планируют довести до 30%. Для этого даже разработали комплексный план. И сейчас в регионе приступают к реализации его второго этапа. Особое внимание уделяется развитию пляжного туризма. Ведь отдых в отелях на берегу Каспия многим не по карману. Хотя специалисты обещают снижение цен в связи с возникающей конкуренцией. Впереди строительство трех крупных проектов. Развитие туризма, то есть Мангосталовской области 21-24 годы. Что это нам даст? Это более 400 миллиардов тенге инвесиций. 12 объектов мы хотим сейчас построить. Это один из таких объектов. Это Фламинго-резорт и Аслахтау. В 20 километрах от Актау задумали возвести тематический парк. Его площадь составит 13 гектаров. Проект планируется завершить к летнему сезону. В строительстве задействовано более 2000 человек. Всего же до конца года за счет средств инвесторов должны запустить туристические объекты общей стоимостью 40 миллиардов тенге. В день можно максимум 6000 гостей принимать. Изучаем рынок казахстанский, изучаем рынок зарубежный. И цена будет доступна для населения, так как этот объект строится именно для населения. На все 4 объекта, тематический парк, торговый центр, гольф-клуб, гольф-отель с виллами мы рассчитываем 1380 рабочих мест постоянно. На развитие туризма в регионе уже направлено 200 миллиардов тенге. До 2024 года будет затрачено еще почти полтриллиона. Кроме береговой линии инвесторы будут застраивать туристские объекты на территории свободной экономической зоны. Для этих целей уже отведено более 130 гектаров земли.